Девчонки и мальчишки, а также их родители и педагоги стали гостями большого праздника, который является официальным стартом летней кампании в Славянском районе. Праздник под названием «Здравствуй, лето» прошел в нескольких поселениях муниципалитета. Но самой масштабной стала встреча лета в Славянске-на-Кубани. У кого плохое настроение, поворачивается спиной. Один только повернулся, смотрите. Называется «Баба-яга против», да? Десятки ребят в ярких футболках заполнили площадь перед городским домом культуры. Все они выстроились на утреннюю зарядку, которая уже стала хорошей традицией при проведении мероприятия «Здравствуй, лето». Помощниками начальника управления по делам молодежи Олега Смольникова в проведении этого полезного для здоровья занятия выступили руководитель и танцоры спортивного бального клуба «Академия». Разминка для ушей, бровей и языков подняла настроение сонной детворы. Каким станет лето 2018 года, для каждого из них пока сказать сложно. Но, как выяснил наш опрос, многие родители очень ответственно подходят к планированию каникул. Причем не отдыхом единым будут наполнены дни ребят. Чтобы ему было интересно, не просто сидел дома возле компьютера, как-то стараемся развлекать ребенка. Во-первых, поедет к бабушке к морю. У нас бабушка живет на Азовском море, а потом мы поедем на Черное море. Как бы такие мероприятия у нас. Потом еще планируем мы, как бы сказать, поездку. У нас папа ездит на дальнобои, и мы планируем с ним в Москву съездить, посмотреть. Будут в школу на площадку ходить, к бабушкам будут ходить, в гости. Помогать будут бабушкам, дома помогать будут. У нас огород большой будет, в огороде помогать. Травы много растет. А ребенок уже ходил на эти школьные площадки, какие у него отзывы от них? С удовольствием ходил в прошлом году, сейчас опять хочет. Сам просился прям, ему очень понравилось. Лучшее развлечение для детворы – это то, в котором они являются главными действующими лицами. Потому игра по станциям находится в топе по популярности при организации детских праздников. Разобравшись с маршрутными листами, ребята пошли выполнять несложные, но очень интересные задания станций. Их организаторами выступили учреждения дополнительного образования. Для многих из них слово «каникулы» не приравнивается к слову «отдых», а обозначает большой пласт интересной работы. В числе таковых находится и отделение развития творчества «Жар птица». Детская площадка обязательно у нас будет. С 13 июня начинается, мы ждем деток, уже все подготовили. Это лето, это самая такая пора, вы знаете, ну активная, я бы сказала, самая замечательная пора для нас и для детей. Потому что мы можем уделить внимание детям, ну все свое свободное время. Дети любят играть, мы готовим для них интересные игры. Посетил ребят и глава Славянского района Роман Синеговский. Мы долго готовились для того, чтобы каникулы у наших детей прошли интересные, чтобы они были безопасные, чтобы все было подготовлено качественно. Значит, все организовали для этого. Работает Лебяжий берег наш лагерь, сегодня поедем на открытие. Организованы станции, спортивные площадки, творческие площадки. Поэтому вот сегодня праздник, вы видите, детвора радуются. Я думаю, что в летний сезон будет возможность и отдохнуть, и набраться сил, и позаниматься спортом, творчеством. И с новыми силами опять за школьные партии. Не только посостязаться в силе, ловкости и эрудиции смогли ребята. Большой интерес всегда вызывает живой уголок станции ЮНАТОВ и выставка оружия, поддержав которое можно представить себя настоящим защитником Родины. Причем интерес к армейским премудростям проявляют и девчонки, которые с ранних лет задумываются о том, кем могут стать в военной карьере. Я хочу быть военной миссисстрой, спасать людей. Станции квеста были не столько сложными, сколько смешными. Перефразировав известное выражение, можно сказать, если лето со смехом встретишь, со смехом его и проведешь. А чтобы смешные станции прошли интересно и безопасно, на каждой из них работали волонтеры, которые сами еще являются школьниками. И грядущее лето планируют не только отдыхать на море, но и заниматься общественной деятельностью. Лето – это, конечно же, время, когда мы все можем отдохнуть, то время, когда мы можем расслабиться от школы, заниматься тем, что мы любим, и, например, волонтерство. Это то время, когда учителя тебя не ругают за то, что ты уходишь куда-либо. И, конечно, это отдых в первую очередь. Планы на лето у ребят помладше, конечно, попроще. А от лета они ждут море, солнце и радости. Просто тепло, и на море можно ехать, загорать. А что вы собираетесь этим летом делать? Гулять, ехать, пляж. За то, что летние каникулы. За то, что можно на море съездить, погулять нормально от души. Без исключения всем участникам понравился праздник приветствия лета. Мне понравилось тем, что мы делали зарядку. Мне очень понравилось играть в шахматы, в шашки. Много танцев разных, и зарядка мне очень сегодня нравилась. Победить хотела каждая из 16 команд. И, как это случается в сказках, это сделать смогла каждая из них. Дипломы за участие и памятные подарки были вручены всем командам. Первый летний праздник подошел к концу. Но впереди еще чуть больше 90 дней солнца, радости и детства. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».